Ранней весной, с момента, когда водоем полностью освобождается от льда, линь просыпается. В этот период найти активного линя на водоеме еще достаточно сложно. Линь сбивается в небольшие стаи, движется на небольшой глубине у самой поверхности водицы. В этот период температура водоема редко превышает 8-10 градусов Цельсия. Более активным становится линь в апреле, когда в водоем начинает активно поступать талая вода. Ручьи и небольшие реки несут в любой водоем массу теплой воды. В этот период линя нужно искать в устьях небольших рек и ручьев. В мае линь постепенно осваивает мелководье водоемов без течения. Вместе с теплой водой он постепенно уходит на глубоководные участки. Клев его усиливается до нереста, который происходит обычно уже в июне. Весна – единственное время, когда линь активно ловится на течении. Правда, сильного течения линь старается избегать и весной, но факт остается фактом. Некрупный линь может стоять в протоках между водоемами на открытой воде. Весенняя линь – как и чем прикормить? Надо отметить, что первым делом необходимо прикормить. В весенний период эта рыба отдает свое предпочтение такой известной для многих рыбаков наживки, как опарыш. Опарышей нужно закидывать на небольшое расстояние маленькими горстками. Из-за того, что в весенний период вода в водоемах еще недостаточно нагрелась, перед заброской опарышей рекомендуется приклеивать друг к другу, используя для этого казейновый клей. Для того, чтобы эта приманка обладала привлекательным запахом в нее еще добавляют ванильный сахар. Чтобы линь находился непосредственно в том месте, в котором будет происходить его ловля, прикормку нужно забрасывать в небольших количествах. Какой день выбрать? Наиболее благоприятный период для ловли линька весной – это утро. При выборе приманки следует отдавать предпочтение только натуральным наживкам животного происхождения. В роли наживки прекрасно подойдет мотыль, червь-опарыш или даже мясо рака. При ловле линя весной, в отличие от летнего периода, нет необходимости в дополнительной подготовке, которая предусматривает уборку водорослей и растений со дна водоема и обустройство специальных песчаных троп. Наоборот такие действия при весенней ловле могут насторожить рыбу, что может привести к тщетным попыткам ее поимки даже с применением прикорма. Какие снасти выбрать для ловли линя? Очень важный пункт при ловле линя весной занимает подготовка рыболовных принадлежностей. Наиболее удачным вариантом будет выбор легкой телескопической удочки небольшого размера. Это обусловлено тем, что ее придется постоянно держать в руках, а слишком большое вес удилища будет сильно изматывать при ловле рыбы. При выборе катушки наилучшим вариантом будет катушка без инерционного вида, которая способна работать с леской небольшого диаметра. Оснащать удочку рекомендуется крючком небольшого размера, предпочтительно с наличием бороды насечки. Это обусловлено тем, что линь склонен продолжительное время жевать приманку, а насечка не даст рыбе возможности сорваться с крючка. Торопиться с подсечкой не надо. Линь наживку всегда долго смакует, испытывая терпение рыболова. Зато после подсечки рыболова всегда ждет увлекательная борьба. Даже средних размеров линь способен оказать достойное сопротивление при вываживании. Кстати, я подобрал для тебя лучший рыболовный магазин онлайн с доставкой. Если ты рыбак, не ленись зайди в описание под видео, уверен ты будешь удивлен такому разнообразию товаров для рыбалки. Хорошего вам клёва!